нашла снимаются маски и голограммы фантом представить перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду днк она как в какой-то капли находится застывшая так и увидел защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий абсолюта берем ларису в защитный скафандр на время работы с тонкими телами вместе с тонкой копия ларисы поднимаясь в комнате диагностики пошел подъем мы здесь мы приветствуем ларису интересуемся готова ли она к диагностике и чистке доверить ли она нам свое биополе наперед сеанса плечами пожимает наверное доверят эту каплю надо убрать от нее скэнер просканируй сейчас ларису разрежу эту каплю вытащи ее из биополя вместе с ней выходят все сопутствующие чипы датчики импланты конвекторы подключки связанные с ней пошел процесс готова лариса мы спрашиваем вашего разрешить отправляю эту каплю в клетку тюрьму лариса мы спрашиваем ваше разрешение на диагностику и чистку разрешает вы знаете откуда эта оболочка которая сейчас находится в клетке тюрьме которая стояла на вас я не знаю но она делает меня смиренной смиренной это когда одно и то же рутина понятно хорошо я догадываюсь кто это может быть сейчас проверим я даю команду на счет риск энер сканирует пространство над головой ларисы под ногами 360 градусов вокруг нее на всех семи тонких телах находятся любые чипы датчики импланты конвекторы подключки чужеродной энергии и любые воздействия от них выстраиваться каналы ведущие в клетку тюрьму и ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником один два три сканер сканируется 7 тонких тел ларисы находит все небес 9 хорошо джин хамелеон хамелеон хорошо меняющий цвета сейчас он меняет цвета нет он серый стоит хорошо его интересах не делать глупости на чем потеряет эту способность менять цвета мне это это его капли ах вот как хамелеон на ком основании ты установил эту каплю у тебя есть контракт с ней есть есть хорошо хамелеона с контрактом я еще не видел хорошо еще кто-нибудь есть вера да спрут спрут сидел на голове хамелеон 10 дел в сердце в сердце сидел какой у нас джин джин синий тридцать семь ноль два и без у нас девятый хорошо начинаем с реверз энергии в процессе работы я буду задавать иные вопросы вы будете на них отвечать кто будет говорить неправду или не будет отвечать получит незабываемое воздействие на его чистоте даю команду тонкой копии ларисы спроекцировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродную негативную и патогенную низкоэб notion энергии вебиополу каналы выстраиваются сущности каждый подходит к своему каналу выстраивают также канал к этой оболочке хамелеонам даю команды тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкоэбрационной энергии отка от всех негативных программ негативных мысле форм пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к ларисе энергии страха энергии неуверенности энергии всех болезней И все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Сколько спрут находился в этом биополе, пока идет реверс? Год и 7 месяцев. Хорошо. Сколько находился хамелеон в этом биополе? Около 5 лет. 4,8. Хорошо. Сколько джин находился в этом биополе? Джин 3 года. И бес. Сколько ты находился в этом биополе? 6 месяцев. 6 месяцев. Кто из вас присутствует в квартире? Ларисы? Джин без спрут. Без спрут. Хорошо. Мы сегодня квартиру тоже чистим. Поэтому мы еще сегодня будем с вами встречаться. Ждем окончания реверса. Хамелеон, он рассказывает, почему он здесь. Показывает на нее. У нее внутри, в области сердца, черное скопление, как лярва. Она кажется спокойной, но внутри у нее сильная неудовлетворенность. Откуда оно взялось там? Это какое-то сожаление. Не все так, как она хотела бы. Это мыслеформа или это лярва? Это горечь внутренняя, которую она никому не показывает, но она неудовлетворена жизнью. И на этом хамелеон с ней. Значит, я притянула эту неудовлетворенность. Да, он подписал контракт. Не подписал словесно. Пообещал ей краски. Показал, как он меняет цвета. Сказал, что раскрасит ее жизнь. И сделал ее бесцветной вообще, да? Да, он заключил ее в серый цвет, чтобы она жила ровно. Без эмоций? Да. Ну что ж, зашел обманом. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Лариса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Готово. Тогда начинаем со спрута. Спрут, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Возвращайся назад, докладывая о готовности к проверке. Проверка будет проходить скейнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он по каналам просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Приступай. Спрут, как он плетен в волосах. Вплетен в волосы. Хорошо. Он показывает, как она моет волос. Грута задняя, ему нравится процедура. Ты снял? Хорошо. Хамелеон, твое. Твоя очередь. Выходи, отключайся, вытаскивай все, что ты оставил в своей гнезду, всей энергии. Ничего не забывай, возвращайся в клетку. Приступай. Он вытащил гнездо или место свое, сердечный очаг. Хорошо, Джин. Твоя очередь. Тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки, отключайся полностью. На нее украшение одел. Украшение одел. Почему ты на нее украшение одел, Джин? Это как магнит, браслеты, кольца. И что он притягивает? Для меня монеты, для нее работы. То есть у нее пустая работа, за которую она много, вернее, она много работает и мало зарабатывает. Она много тратит. Она много тратит что? Денег. Зарабатывает, тратит. Зарабатывает, тратит. И все, что она тратит. Идет в мою копилочку. В твою копилочку. Все сняла. Хорошо, Бес, твоя очередь. Перед тем, как ты начнешь, скажи мне, где находится лярва в биополе Лариса? Ну, он показывает горло, вот это место, где есть это горечь. Оно в горле находится, понятно. Значит, это горечь находится на твоей чистоте, да? На его чистоте, на ногах у нее есть лярва еще. Понятно. Хочешь их получить? Хочет. Выходи сначала, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. На месте доложи, что ты все снял. Приступай. Он снимает веревки с ног. И все, в принципе, ничего нет больше у него. Хорошо, разрешай тебе забрать это из горла, эту горечь и все лярвы, которые находятся в ее биополе. То есть, снимай, забирай и отправляйся назад в свою клетку. С горла достала, она как на груди, ниже горла. Черная? Черная, и у нее отростки идут. Он снял это. Поехали дальше. Он все убрал. Ноги снял тоже лярвы. Хорошо. Даю команду сейчас на рассинхронизацию Ларисы с этой оболочкой, хамелеона, хамелеон, джином, бесом и спрутом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний биосвет Ларисе, и Лариса этим светом выдавливает из себя все негативные патогены низкооперационной остаточной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит и формируется в шар перед ней. Она смотрит на них и брезгует, руками трясет, чтобы все вышло с нее. Рук вышла в шар. Большой? Как маленький мячик. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Подхожу к Ларисе и помогаемой энергии отключить все каналы. Значит, три, один, два, три. Уда. Отлетают каналы. Все отлетели? Да. Открывая воронку. Посмотри. Хамелеона фантом есть. Фантом остался, да? Да. Хорошо, я вывожу туда этот фантом. Открывая воронку в галактическое ядро и каналы вместе с фантомом. Канал улетает на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. Хорошо. Бес хочешь получить эмоциональный фантом? А как же? Желаю. Тогда объяснишь мне, тогда я сейчас буду перечислять частоты. И мне хотелось бы узнать, что является первой причиной, из чего все вытекает. Выходит эмоциональный фантом Ларисы, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкооперационные эмоциональные энергии, ежезгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Не вышел фантом. Как он выглядит? Ну, он полностью человеческий рост, грузный. Грузный, и дальше я не расслышал. Тонкий внизу. А, понятно. Ноги тонкие, и вверх как горбец, а он такой фантом не вырос. Хорошо, Лариса, эти энергии вы сами сгенерировали, здесь вам уже никто не мешал, это вы сами сделали. Вы хотите расстаться с этим грузом? Да, с удовольствием. Сворачиваете энергии в шар, бес забираешь? Ну, как же. Отправляю бесу и слушаю тебя. Жизнь быстро прожила, понять не успела. Вроде только все началось, и уже закат от этого испуг, раздражение. Еле это раздражает. Ну, раздражение это не согласие с чем-то. Если оно растет, соответственно, будут вырабатываться такие энергии, такие лярвы. Хорошо, меня это устраивает. Значит, бес, джин и спрут. Я сейчас буду вас отправлять в квартиру, в дом Ларисы. Мы сегодня чистим этот дом. Вы соберете за это время все, что вы там раскидали. Бес, ты один там или черт есть? Есть черт. Хорошо, меня интересует именно дом без земельного участка. Земельный участок мы отдельно чистим. Там, наверное, свой демон есть. Вот, я буду собирать весь негатив, который в том доме находится. Ты мне покажешь все порталы после того, как все соберешь. Или черт покажет. Я соберу весь негатив и могу поделить вам на две равные части. Если хочешь. Согласен. Хорошо, открывается сейчас два портала в дом Ларисы. Один, два, три. Бес и джин уходят в один портал. Спрут уходит в другой портал. Закрывая, печатая и растворяя оба портала. Готово. Хорошо, возвращаемся сейчас к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Лариса должна взять ответственность за свою жизнь и выразить свои руки, и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, конечно, беру. Я говорю вслух, я тонкая копия повторяет за мной. Я. К соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня есть фантомный и есть контракт первый, как хамелеон. Как хамелеон. Хорошо, она готова расторгнуть эти контракты? Да, готова. Пусть повторяет за мной. Внутрия власть, под волей души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Куда я вернулась? Отлично. Радость, чувства вернулись какие-то. Краски. Клубокие. Понятно, хорошо. Открываю воронку в галактическое ядро. Все аннулированные контракты вместе с фантомами контрактов уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Под оболочкой хамелеона открывается воронка в галактическое ядро и она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, хамелеон. Ты больше никогда не войдешь в эту биопулю. Это первый раз я предупреждаю, второй раз ты будешь уничтожен. Тебе это понятно? Чему понятно? Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте хамелеона. Один, два, три. Хамелеон забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Хорошо, Лариса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Танцевать хочу. И я забыла, что в танце можно медитировать. Конечно. И это самое прекрасное состояние внутренней гармонии. Замечательно. Очень радостно себя чувствую. Хорошо, сейчас у вас ничего больше не мешает. После всего почистим еще вашу квартиру сегодня. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ларисы в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извиненке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Субтитры создавал DimaTorzok